всем здравствуйте сегодня я вам хочу показать некоторое количество моих новых работ среди них эксперименты с акрилом эксперименты с золотыми оттенками и мое исследование бога стиля который сейчас очень популярен на западе в живописи западных художников первая картина которую я вам сегодня хочу показать это вот такая большая картина со слоном картина размером 60 на 80 сантиметров написана акриловыми красками с этой картины начались мои эксперименты с акриловыми красками в этом сезоне их было много картин было много в этой картине мне хотелось чтобы она была легкая случайная текучая чтобы в ней было много современных элементов приемов рисование акрилом и вот такой вот итог получился картина у меня большая была написала я ее за день а я конечно потустала надышалась акриловыми красками но я была очень довольна результатом этот слон мне нравится и вблизи да когда его рассматриваю детали это слон мне нравится и на фотографии когда уменьшено изображение он тоже выглядит очень контрастным ярким в общем этой картины я очень довольна и я воодушевленная продолжила свои эксперименты с акрилом и покажу вам дальше что еще у меня получилось акриловыми красками за последний месяц вообще очень много картин написал акриловыми красками сегодня даже все их не смогу показать потому что многие уже сняты с подрамников с акриловыми красками гораздо проще работать то что их можно закончить снять убрать и на этот же подрамник натянуть новую работу это очень актуально когда ты живешь не на одном месте когда ты перемещаешься путешествуешь тем более когда возможно предстоят переезды между странами как у меня сейчас я в таиланде через месяц я могу оказаться в совершенно другой стране и поэтому для меня близкое знакомство с акрилом было так важно еще одна акриловая работа размером 60 на 45 сантиметров полюбившийся следом не формат сейчас здесь таиланде я могу покупать готовые натянутые подрамники такого размера россии их не было в россии мне их муж делал вот такую картину абстрактную с балериной я написала это тоже акрил тут я еще использовала золотой акрил картина под разными углами смотрится по-разному она поблескивает на фотографии этот блеск достаточно трудно передать было вот и она очень фактурная я тут очень активно использовала фактуру благо акрил позволяет делать очень фактурные работы которые при этом бы быстро высыхали вот и вот такой вот у меня был эксперимент с текстурами фактурой что-то я здесь делала мастихином что-то кистью и тоже очень довольна этой работой поскольку все-таки людей я редко вообще рисую да и тут вот так вот образ человека у меня возник на такой вот абстрактной работе еще один интересный эксперимент с акрилом это работа в которой я использовала черную краску черную краску я не использовала никогда в своей живописи мне ее запретили использовать еще в художественной школе у нас был преподаватель который сказал дети черной краски для вас не существует мы ему поверили и не пользовались черной краской поэтому даже когда я уже потом сама писала маслом я никогда не использовал черную краску темные места я делала из темных оттенков наводила ультрамарин с коричневым фиолетовый с травяным зеленым смешивала но никогда не использовал черный цвет а в этой работе я решила отойти от этого стандарта собственно и использую черную краску здесь я еще использовала краску светлое золото использовала краску синий металлик этот эксперимент был для меня очень интересен работа очень фактурная в ней я пользовалась мастихином в основном мастихина с акрилом очень своеобразное сочетание это не так по ощущениям как когда пишешь мастихином масляными красками акриловые краски они более жидкие вот но позволяет определенную ту же фактуру создать интересную и многослойность тут более просто делается потому что все-таки краска сохнет гораздо быстрее вот работа для меня была очень интересной поскольку тут все-таки какие конечно фактурные приемы интересные и за счет того что я использовала металлики и вот золото и черный цвет все это вместе смотрится ну на мой взгляд очень феерично и очень мне нравится эту работу рассматривать потому что в ней очень много таких вот абстрактных случайных элементов которые от которых меня захватывает дух если честно эта работа конечно дала мне много эйфорических ощущений в процессе ее создания вот но не очень не нравится запах акрила и чем больше я с ним работала тем мне меньше он нравился пока не поняла что просто организм мой его отторгает все сильные запахи химические мой организм очень быстро начинает отторгать я считаю что это такая своеобразная защитная функция это неплохо это говорит лишь о том что надо быть осторожным очень с химическими вещами вот что потом не лечиться долго и упорно и дорого вот такая вот работа работа размером 40 на 50 не так давно я открыла для себя популярный сейчас на западе стиль boho bohemian style еще его называют или boho стиль вот раньше я знал что этот стиль есть в одежде но он существует и в живописи мне очень нравится работы в этом стиле потому что это но определенное настроение конечно же определенные цвета определенные приемы в этих работах обычно присутствует такая некоторая контурность вот что мне напоминает работы а импрессионистов некоторых и мне нравится легкость их как это смотрится кажется что это рисовал ребенок но когда начинаешь рассматривать понимая что ребенок многие приемы просто а использовать не мог вот что это пишут эти картины конечно же профессиональные художники но это определенный стиль вот это мне очень завораживала в чужих работах и мне хотелось эксперимента собственного в этой области вот и вот такая работа у меня получилась тут я не черную краску использовала темно-коричневую вот интересно получается когда первый первый слой обычно в boho стиле его прорисовывают как бы более графично кистью и темным очень цветом некоторые художники его прописывают красным таким вишневым и тогда как бы все предметы приобретают вишневые контуры очень много сейчас западных художников в этом стиле пишет вообще это я считаю с один самых главных как бы на одно из самых главных направлений западных и многие даже не знают что это так называется я долго пыталась понять что вот это все принадлежит к одному стилю ты думаешь тоже так как это понять вот когда у них у всех такая контурность многие художники ее использовать потом я поняла что это вот многие называют вот так вот boho стиль и уже по этому запросу я стала искать примеры разные в интернете и пользуясь ими пытаться разобраться в этой технике в этой работе я использовала тоже похожие приемы boho стиля она вся у меня написано вначале кистью и потом сверху я уже делала более крупные мазки мастихином было очень интересно и наконец-то мне стал даваться вот этот эффект контурности который многих художников которые мне нравятся сейчас в творчестве это есть и своеобразное звучание это дает вот это вот контурность этот прием я ну пока как исследователь я пребываю в полном восторге поскольку когда мне открываются новые горизонты для меня это самое интересное в жизни я люблю разбираться в новом ну в тех областях которые мне интересно да вот например я не знаю там с программами с какими новыми я не люблю разбираться там я люблю наоборот чтобы все было стабильно а вот допустим живописи я люблю очень разбираться с новыми техниками новыми материалами у меня появляется тогда прям такой волна энтузиазма энергии новой и я все это очень люблю мне все это очень интересно вот такая работа 40 на 50 сантиметров я теперь стала более активно использовать коричневый цвет и мне нравится что получается черный цвет я пока вам масле не использовал только в акриле но тоже планирую его использовать и еще у меня родились две маленькие работки мраморной техники на арголите вот эта работа у меня 20 на 30 и еще одна работка у меня прям маленькая 15 на 20 кто еще про мою технику мраморную на арголите не слышал не видел всех приглашаю мастер-классы эта техника которая у меня родилась спонтанно и я ее использую только на арголите любые приемы используемые на холсте они дают несколько другой эффект могут тоже дать абстрактный интересный эффект на холсте но у арголита своеобразная впитываемость и вот эта многослойность когда слои не смешиваются друг другом она создается только на арголите потому что на холсте эти краски они не дадут вот эти слои не дадут таких четких контуров мраморности такой не будет будет какая-то абстрактная мешанина но это будет не совсем то вот мне нравится именно вот этот принцип использовать на арголите такой вот небольшой горный пейзаж я очень часто остатки краски из палитры собираю и сразу же вот так вот загрунтовываю арголит масляной краской вот в этой мраморной техники и потом когда она уже подсыхает я потом использую для создания работ обычно загрунтовывается арголит очень быстро да вот этими остатками краски а потом когда ты уже садишься дописывается это до готовой работы тоже очень быстро и еще одну новую работу вам покажу я назвала ее рыжеволосый ангел эта работа графичная она тоже акрилом нарисована совершенно вот вышла просто из ниоткуда сидела как-то вечером что-то мне хотелось каких-то экспериментов с акриловыми красками и решила я профиль девушки нарисовать девочки вот и вот такая работа родилась никаких извне идей не было вот все полностью откуда-то пришло я в детстве в школе в юности часто когда задумалась рисовал женские профили и я подумала почему я никогда это не использую в собственной живописи и решила что надо мне порисовать девочек девушек вот именно в графике и это для меня как бы такая как медитация рисование просто женских лиц но не обязательно профиль не бывает и фаста уже но часто очень профили просто на в тетрадках там в школьных у меня очень много на полях обязательно профили и вот когда я ходила на автокурсы у меня тоже была тетрадочка для лекции вся и зарисована вообще женскими лицами такая вот работа маленькая у меня родилась она по моему 25 на 30 по моему размер даже сейчас точно не скажу еще одна работа на арголите мраморной техники но такая фактурная работа с цветами на берегу моря работа мастихиновая 30 на 40 сантиметров такие вот яркие цвета экспрессия выпуклые маски интересное сочетание цвета и текстуры и фактуры работа писалась мастихином еще одна работа в технике этюда мастихином на холсте крупными масками выпуклыми 30 на 40 сантиметров работа по фотографии моей по путешествию с пхукета на соседние острова у меня была большая работа и про это же место это релей пляж такой провинция аунанг очень близко от пхукета мы туда ездили путешествовали и там вот такие интересные розовые скалы на которых растут деревья скалы реально очень розового цвета вот быстрая работа такая ну очень симпатичная по цветам я знаю что многие любят разглядывать мазочки вблизи и решила вот вам такую экскурсию по разноцветным мазкам в этой работе сделать тем кому это нравится можете по созерцать на них мне сама очень нравится в живую созерцать на текстуры собственных картин это очень интересно когда обладаешь навыками созерцания очень интересное переживание дает и последнюю работку которую я покажу вот тоже мраморная техника на арголите как раз 15 на 20 такой небольшой горный пейзажик небольшой но забавный очень он фактурный для своего маленького размерчика тоже он мастихиновый и интересные цветовые сочетания такие закатные горы лес какой-то пихтовый да и река и немножко снежная снежного берега реки вот такая вот забавная работка мастихиновая и очень фактурная и еще хочу вам рассказать о своих экспериментах с гуашью я открыла для себя профессиональную гуашь я увидела что западные художники часто ее используют пошла в магазин приобрела японскую профессиональную гуашь и мне очень понравилось ей рисовать иногда бывает вечером хочется что-то порисовать просто для души легкая ненапряжная чтобы не было никаких запахов да ни акрила ни масла и для этих экспериментов я приобрела себе гуашь поштучно в баночках вот и мне очень нравится цвета во первых нравятся оттенки то что ее можно перекрывать все цвета то что допустим она не как акварель позволяет перекрывать один цвет другим но при этом а также быстро сохнет можно рисовать на бумаге можно рисовать быстро и что абсолютно нет никаких запахов потому что все таки я могу сказать что масле в акриле мне меня совсем не радуют их ароматы телу моему они не нравятся очень сильно она всячески показывает что хочет заниматься экологичным творчеством и и вот поэтому я открыла для себя еще один одну ну как один новый материал до новый материал и в нем сейчас очень активно экспериментирую и и и и и